Участники Андрея Левкин, писатель Андрея Сталацитуров, писатель Лев Танилкин, писатель Настантин Мильчин, литературный критик. И у нас немного задерживается Илья Пальковский, преподаватель русской литературы в Китайском университете. Вот, он придет буквально к представлению. Давайте начнем. Модерировать будет Настантин Мильчин. Я даю слово ему. Ну, да, хорошо же. Я думал, что я все представлю, но Кирилл справился с задачей блестяще. Как я понимаю, тема нашей дискуссии, она, история, о которой мы хотим сегодня поговорить, это то, как должны формироваться списки приоритетов, как на уровне просто там, что почитать, так и на уровне школьной программы. Конечно, сама по себе идея, что школьную программу может заменить Мастритов журналы афишем, это целиком полностью заслуга. Мастрит, ну, то, что необходимо читать. Это целиком по заслуге Лева Данилкина, который столь велик, что действительно там в конце 90-х, начале 2000-х люди приходили в книжные магазины с статьями. Ну, а, и говорили, так, а это, 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 ну, хорошо, я, кажется, до сих пор есть такие люди. Я видел, я знаю таких людей, в общем, не самые глупые люди, а очень даже умные, которые приходили и говорили, ну, так, а вот это вот у вас есть, а это, ну, вот отвесите, пожалуйста, значит, то, про что, если бы Данил тебе написал. Я понимаю, что, наверное, это не может заменить школьную программу. Если вкратце, я, с одной стороны, я хотел бы, чтобы каждый из наших участников сказал бы, наверное, о том, какие из современных авторов, как российских, так и иностранных, по их мнению, попадут в школьную программу будущего, ну, я не знаю, какой у тебя терминной шаг, 20 лет, 30 лет, 40 лет, вот. С другой стороны, я хотел бы бросить, может быть, такую провокационную мысль. Я очень люблю литературу, литература это вообще, это мой хлеб, это все, ради чего я существую, я не пишу, я ее читаю. Но мне кажется, что в школе литература, она очень важна, но ей, возможно, предстоит подвинуться, потому что примерно половину часов, которые литература сейчас занимает в школе, даже знает история кино, потому что современный язык коммуникации, он не только, это не только письмо, но это еще и изображение. И, возможно, стоит так же внимательно на уровне школы, даже детского сайта изучать кино, историю кино, язык кино, как и язык литературы. Вот я хотел бы от каждого из наших участников дискуссии, от Эли Польковского, к которому я надеюсь сейчас присоединится, во-первых, список авторов, которые заслуживают их мнение, попадут, может быть, не просто заслуживают, может, просто попадут в школе «Чернике будущего», а затем мнение не должно ли литература подвинуться и пустить кино в школе «Часы». Кто хочет первым взять с метафон? Андрей Левкин, писатель, журналист и колумбист. Оно есть, да, хорошо. А я бы на самом деле, сейчас закинусь в его штуковину, я бы на самом деле вопросы переставил, потому что ведь вот тема «подвинуться», она же связана не только потому, что есть какое-то кино, которое уже полезно и очень правильно, оно же просто связано с тем, а чего, собственно, эти уроки литературы вообще должны делать по логике. Вот зачем они существовали раньше, надо более-менее понять можно, что-то такое вот. Неохота про идеологию говорить, но есть какая-то такая рамка, которую вы должны знать все, вот все эту рамку знают, и отлично. Какой-то странной причине все эту рамку действительно знали. Ну что там, учили писать, учили писать там на русском языке еще, да, учили что делать, излагать, понимать прочитанное. Это же такая длинная, в принципе, сектантская морока, все пытаются понять, что сказал там Левский товарищ Толстой. Ситуация, это чисто искусство на самом деле, потому что, боже мой, в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы постоянно заниматься русской литературой и входить в проблемы частных представителей там общества, которое находится в корпусном праве, это несколько довольно странно. То есть очень странная психика формировалась-то на самом деле. Вот падает этой русской литературой из 19-го века, которая не имеет никакого отношения к тому, что происходит с людьми вообще. Почему это считается важным? Все воспринимают это как важно. Почему это действительно было важно? То есть речь идет о чем? О том, что вот новые классики должны заменить какой-то вот этот общий рамочный подход, просто вот здесь какой-то такой хитрый нюанс. То, чем занимались герои и боги в древней Греции 3000 назад, почему-то считается крайне важным до сих пор. Я понимаю, что тема ММУ, она крайне важна всегда. Без ММУ никак нельзя, да? Лишние люди тоже, безусловно. Но это такой длинный консенсус, это же длинные годы учебной программы. То есть мы что, должны сейчас провести резкую черту, чтобы через 30 лет возникла какая-то новая, новый ряд, новая обойма людей, на основании которых мы будем подкладывать общий стандарт мировоззрения людей. Вот в связи с этим, потом опять же, это потому что у меня скептицизм внутри, да, вот по поводу, это додолго, да, вопрос идеи и исполнения. Отлично, вводится новая обойма, совершенно замечательная штука. Можно назвать там кучу народу, ну, допустим, состоянию премиальных списков на сегодня. Почему нет, а какой еще есть критерий? А вот исполнение, это же будет делать учителя, у них должна быть своя точка зрения относительно того, что они преподают или как. Или какой-то общий консенсус будет вырабатываться на основе каких-то специальных институций, которые дадут не методологические точки зрения, а на тексты, которые были написаны, допустим, в 2010 году, но преподаются в 2020. Ну, давайте так, давайте у нас все-таки такие, я заодно повторю, для тех, которые не слышал, о чем мы, собственно, говорим. У нас два вопроса. Во-первых, не должна ли литература подвинуться, уступив некоторое место истории практики языку кино? А во-вторых, вопрос, это какие авторы из числа современных попадут, заслуживают того, что, по мнению наших участников, попасть в учебник театру не в будущем, скажем, через 30. Но давайте по условиям игры мы предположим, что мы все, мы выглядим, мы гуманоиды, и у нас устроена будет чистоте также примерно обучение в школе. А какая задача? Какая задача? Изогнать мысли, дети учатся путем тритера, соцсетей и так далее. В чем будет основная должна быть та задача, та литература, которая должна надстраиваться на новых классик? Вот этот вопрос каждый из спикеров определяет по-своему. Давайте тут мы не будем... Это все-таки список, Андрей. Список? Честно говоря, я так не люблю фразы, что я просто поэтов стал бы называть. Отлично, какие? Да, хорошо, поэты. Поэты. Из числа поэтов... Гулин, Чиреев, Сдонов, вообще отдельно как поэта-праздайка Витя Иваниф. Понимаете, у меня список такой специальный, да, его вряд ли можно будет транслировать в школьную программу. Допустим, Саша Скидан, это из тех, кто действует. Друзья, предыдущих, я там выкачу полный ряд, там, Адриона Богданова, Саша Соколова, там, того же Парщикова, того же Загамощенко, но мне несколько искажен, на взгляд, на вещи пробуют, да? Я вряд ли окажусь... Я просто думаю, кем вырастет человек с этой школьной программой. Нет, не смысл, что это будет плохо, просто правда интересно. По поводу проводят эксперименты какие-то, внутренние. Хорошо. Так, хорошо. Спасибо. Кто хочет перебивать Левкина? Лев Данилюк, критик, писатель. Лев Данилюк. Я вообще не уверен, что Канун должен не меняться так часто в школьной программе. Мне кажется, вообще зачем, если мы говорим про школу, зачем нужна какая-то вот программа, какой-то общий экономик? Ну, для того, чтобы привить какой-то вот лидературный слух, да? Потому что вот как, собственно, люди отличают плохой текст от хорошего, да? Потому что такая вещь, можно сказать, что «Война и мир» вообще плохой текст, теоретически. И нет никакого какого-то финального какого-то судьи, который в состоянии говорить, что это съедобно, а это не съедобно. Просто у всех у нас существует некий привит, некоторый канон, да, который позволяет, поскольку мы вот начитаны так же, как наслушали хороший русский язык, на капитанскую дочку, особенно говоря, и на, не знаю, приступление наказания. Правда ли, что мы можем найти в своей литературе вот такие же образцы? Я думаю, что единственный, очень редкий, на самом деле, исключение, это может быть Пелевин, ранние его вещи, да, и Юзакович, пожалуй. Вот человек с абсолютным литературным слухом, и теоретически его тексты могли бы изучаться даже не в старшей школе, не в экспериментальном порядке, а даже и в условно-среднем, да, вот на его текстах можно научить человека отличать хороших текстов от плохого. А, скажем, если мы берем язык, да, ну то есть, Лев сказал мысль, который мне еще бы скажет, что вот есть эталон русского языка, ну там вот он назвал токтарскую дочку, для меня это скорее метель, если мы берем такой вот абсолютный эталон русского языка. А скажем, если мы берем водолазкиное из современных авторов по русскому языку. Слушайте, я думаю, если бы я ставил тиранонную программу. Да, так мы именно так играем сейчас, ты составляешь здесь. Я бы не включил водолазки по разным причинам, поскольку мне кажется, это долгая история. Смотрите, просто как научить человека, вот опять же, различать разные разные, да, мы можем судить о тексте, насколько он отражает какую социальную реальность, да, насколько в нем, я не знаю, отражается классовая борьба, которая происходит в данный момент. Ему можно судить по тому, как выстроенную структуру, да, по какой-то по игре элементов, вот синтакси сердца до, не знаю, до фонетики, если то есть, то есть, то есть, делается стихотворение. Существует много способов, да, научить человека делать рассуждение о литературном тексте на самый простой, самый простой, это вот дать ему начитывать в канон. И в этом смысле край немало современной литературы абсолютных произведений. – А, скажем, Алексей Иванов, как автор, прозвучавший много благодаря любому окину? – Послушайте, это никак не связано, да, так сказать, я могу быть горячим поклонником до этого автора, но почему, по-моему, мои дети должны читать даже географ «Глобус Пробер», правда ли, что в мировой литературе вот нет ничего, что нужно от чего-то отказываться, да, чтобы заменять его географом? – А если мы берем иностранных авторов, которые заслуживают попадание в учебники русской литературы, ну, не в русской литературы, в российские учебники, изучают же каких-то у нас в школе, ну, по-моему, на моих, когда я учился, то какие-то походили авторы? – Послушайте, у меня это вообще, что касается иностранной литературы, это было в следственное время для тех приключений, да, вот этот «Двадцатитомник», которым был от «Этикингранта» до «Бронзовой птицы». И мне вот это, какой-то общий знаменатель всех советских, по крайней мере, мальчиков, то, что абсолютно все читали, вот, наверное, следовало бы составить какую-то апдейтенную версию вот такого как бы не классного читения, да, то основные, наверное, там были бы, не знаю, хранители, допустим, да, оказались бы только по миске. Да, какая-нибудь тайна двух океанов ушла. В принципе, вот «Дюмаш» и «Холмс», что там еще, «Майн Рид» и «Рыбаков кортика «Бронзовой птиц»» – вот это вот, вот тот фундамент, который следует бы, да, вот этим современным подросткам сложить. То есть это не школьная программа? Нет. То есть с тех пор для, грубо говоря, для неклассного чтения не появилось книг, сравнимых с Жульверном, с Дюма, с Шелеком Холмсом, с Стиминсоном. Вопрос, как бы мы будем вот тыркать в одну ту же книгу, да, мне нравится. Думаю, что нет, вот есть какой-то канон, который он и так хороший. А можно это… Я соглашусь на самом деле, потому что, ну, боже мой, наскокнем другие дисциплины, математику как учат, то у всех же нам, а в тех же и учат. До Перелимана там не доходят, если этому классу сейчас, да. То есть почему-то будет литература в любое отношение. Так он там может быть существующий как раз. Почему нет? Хорошо, Андрей Сатуров, филолог и прозаик. Ну, ты как бы начал с такой очень правильной мысли, что действительно, возможно, среднее образование как-то изменится. Мне трудно говорить о среднем образовании, поскольку я в этой системе не присутствую, я присутствую там в системе высшего образования, преподаю литературу. Там войска БГУ, западная правда. Вот. Но, действительно, скорее всего, какие-то изменения будут. Ну, в принципе, вот был такой президент в Соединенных Штатах в свое время, который изменил ментальность американцев, Вудро Винсон. Вот. И он, как бы, был политический философ и был ректором Принстона. Он реформировал Принстон. А потом он шел в большую политику и потом стал мэром штата Нью-Джерси, потом стал мэром… ну, то есть, потом стал президентом. И он говорил, что самая реакционная, самая коррумпированная, самая неизменяемая система – это система образования, где бы то ни было. Да? То есть, это человек, который был в абсолютно коррупционном штате и возглавил его, и реформировал Принстон. Он говорит, мне ничего не удалось сделать, хотя он изменил Принстон и сделал Принстон одним из первых университетов в Америке. Вот. Но, во-первых, изменения происходят крайне медленно. Мы их даже видеть не будем. Но то, что ты сказал, это очень верно, потому что, возможно, действительно, нужны какие-то очень серьезные… Потому что это сейчас не очень отражает иммунитальность. Потому что то, что преподносит школьникам – это скучно. И к этим классикам нужно представлять, ну, минимум, Дмитрия Быкова всякий раз. Много ли у нас там Дмитрия в Быковых? Да, вот он действительно блестящий. Это может соглашаться, не соглашаться. Он все-таки гениально излагает. Так что это становится интересно. Много ли у нас таких учителей? Да? И в состоянии ли учителя есть интеллектуальность того иного автора? Вот. Ну, что касается вот того, что сказал Лев, я вот с чем-то согласен, с чем-то нет. Все-таки я считаю, как филолог, что критерии ценностей есть. Существует единственный критерий. Все является действительно субъективным. Там, вот, Левкин сказал, что «Скидан», там, «Драгомощен», назвал еще ряд имен. Ну, как мы можем это проверить? Можем ли мы это проверить? Допустим, мне кто-то не нравится, кто-то нравится. Можем это проверить по степени влияния, которые они, эти люди, оказали на каких-то своих литературных потомков. Вот там, не знаю, любишь ты Достоевского, не любишь. Ну, оказал влияние невероятно сильное. Там Лесков, Лев, Пушкин. Могу Диалин снимает раз в 10 лет фильм по Достоевскому, да. Ну, скажем так, ну, вся американская… А ДССК – это вообще практически американский писатель, я скажу, как американист. Нигде его… В России меньше читают и воспринимают, чем в Соединенных Штатах. Но, вот да, по степени влияния. Поэтому, вот, банально я могу сказать, что должно просто пройти время. Просто очень много времени должно пройти, там, одно поколение литераторов, должно смениться другим, там, прийти какие-то люди… Сколько мы получаем этот список, который вместо, там, условно, что делать через женской матери, появляются, там, Саша Соколов и Кушкинский дом? Ну, я бы сказал так, Лев, что, с другой стороны, мы должны понимать, что у нас есть 16-летний человек, да, травмированный, там, медийным, всяким аппаратом, который гораздо меньше читает, который является аудиовизуальным, который реагирует… То есть, если ты ему напишешь «не прислоняться в метро», то он будет прислоняться. Если ты нарисуешь там иконку, он уже прислоняться не будет. Это такое поколение, вот, хоббитов и джедаев, да, вот понимаешь, у нас там записалось 70 тысяч людей хоббитами, их спросили, кто они, там, по национальности и джедаев. Ну, вот, тут, тут, как бы, вот такой вопрос. Что касается, вот, проза, это действительно сложно ответить, но я бы, не знаю, вот, может быть, того же Языковича бы назвал, ну, не знаю, трудно сказать. Я бы, вот, сказал ей какую-нибудь там, раннюю уритскую, хотя мне совершенно не близко, то есть, вот, действительно нужно отделять. Я вот, например, люблю очень творчество своего друга Михаила Елизарова. Безумно. Ну, вот, надо ли это включать в школьную программу, там, и шестнадцатилетнему ребенку давать ему рассказать. Что-то, не, не, не уверен я. Что-то мне подскажет. Но я знаю. Сегодня Миша ушел, и мы не можем, поскольку лично стоит ли он за включение самого себя в школьную программу. Что касается, что касается вот ранней уритской, вот эти сборной девочки, она начинала действительно очень здорово. Да. Сейчас мне трудно сказать. Вот. Ну, может быть, что-то вот Дмитрия Быкова, Языковича, я бы что-то вот такое очень консервативное бы включил, не слишком что-то радикальное. Но вот как-то так, трудно сказать. И вот действительно какие-то рассказы Виктора Пеливина. Это нужно, чтобы это было, в общем, традиционно, но с какими-то элементами, отражающими новую эпоху, чтобы это было влиятельно очень, а что будет влиятельно, непонятно, может появятся какие-то новые имена, и чтобы это читал 60-летний. Если критерий влиятельности хоть сколько-нибудь там играет, то вот тогда должна быть Эдючка и норма сорвать на сцене. Как обойтись без этого? Ну, Эдючку нельзя. Да, норма, конечно, нельзя. Норма тоже нехорошо. Эдючка – это двушечка. Да, к сожалению. Эдючку нехорошо, да. Потом можно сразу дать Генри Мильдер. Зачем Эдючку? Давай, зачем? В Турции… Ну, как, ну, для русской лицературы это важно. Сразу хочется смотреть про голый завтрак, который то ли было специально, было официально требование не покупать его в российские или московские библиотеки, то ли не было. вот… Ну, вот у меня как бы такой вопрос, что надо три момента. Ну, вот смотрите, есть такая… я сейчас передам микрофон, но есть у нас такая организация РОПРЯЛ, да, МОПРЯЛ, есть РОПРЯЛ, они русский язык пропагандируют, изучают, они в разных… по-моему, в разных местах России собираются, мы даже в Казани собирались, пару раз в Сочи собирались, вот я там был. Я читал их журналы, это «Русский мир», журнал довольно интересный, и в частности, вот там туда пишут люди, которые отвечают вот на твои вопросы. Я скажу, кто там, там, как преподавать Захара Прилипина в школе? То есть вот рассказ там, или рассказ Шаргунова-Жук. Какие вопросы возникают при преподавании рассказа Шаргунова-Жук? Вот мы там сидели и вставали педагоги, которые иногда имеют научно-ученые степени и звания иногда не имеют, ну и вот рассказывают, какой у них был опыт преподавания там. Но вот действительно, вот эти фигуры преподаются, Захар Прилипин и Сергей Шаргунов. То есть я не беру, я это видел, обсуждение уже того, каким способом это преподносить. Все-таки, наверное, речь идет про какие-то специальные уроки, это не школьная программа? Или уже школьная программа? Это действительно специальные уроки, вот у нас, не знаю, я не знаю, как сейчас, что ли, но мы там читали, там, ну что-то читали, там, в Ампилово мы читали, мы читали современную, там, русскую прозу относительно современных 70-х годов, 80-х какие-то отдельные занятия были этому посвящены, там, Анатолию Рыбакову, там, что-то еще и так далее. Ну да, вот это вот скорее вот таких вот современные прозе, да? Да. Дополнительно, но это не эконом. Из сидящих на сцене, я последний, наверное, закончил школу, я думаю, что мы нашли до Булгакова. Я не могу забыть, потому что учительница литературы говорила все слова с очень плохим ударением и пыталась склонять имя героя мастеринга – это Иешуа, и у нее было Иешуи, вот это я поэтому не могу никогда забыть. Конечно, это было все очень глупо, потому что мы все читали сами тогда, и ничего нового она могла открыть в этом, но да, вот, я помню, мы в школе проходили мастеринга. Мы чуть не Зайдматова читали, мы достаточно современные авторы, я совершенно умирать не собирался, но у нас там и о нем писались очень меньше. Я недостаток был на 20-м году еще, как я понимаю. Ну, я в 80-м году закончил школу. Андрей Левкин, хочешь что-то сказать? А я пускай этого добавить, чтобы вот то, что было сказано по поводу Шаркунова-Прилепина, да? А этот процесс идет, да? Это обкатывается новой штукой. Прилепинизация школы? Да, методологически понять, что, как, кого и как, после чего выстраивать ряд. То есть эксперименты идут. Тогда сейчас я дам микрофон у меня Фальковского. Да. Возможно, с китайским опытом сможем спекаться. Хотел, наверное, две вещи сказать. Первое, это если смотреть просто про то, как вот у нас названо, да, сама дискуссия, школьная программа или Мастрита, журнал «Альфиша». На самом деле, мне кажется, что ни то, ни другое, конечно, не панацея. И очень многое всегда будет зависеть от того, кто действительно преподает и от тех лазеек степеней свободы, которые у него есть. Тут уже, наверное, важнее образование самих учителей и преподавателей. Ну, про среднее мне тоже сложно говорить. Я преподаю в университете и преподаю не русским, а студентам, а китайским. Вот. Но понятно, что если бы я действовал жестко в рамках школьной программы, не школьной, а университетской программы, то, наверное, мои бы студенты никогда не говорили бы по-русски. Вот. Поэтому приходится… Я, конечно, не использую с одной стороны учебники, но где-то, наверное, это занимает 50% моего времени. А в оставшееся время, если это первые или вторые курсы, какие-то начальные курсы, то мы учим русский язык по мультфильмам, которые, понятно, я там выбираю сам. Например, на первом курсе мы смотрим «Чепурашка». Это, кажется, очень плодотворно. Но потом они пишут у нас это сочинение, содержание, там, что они поняли и так далее, и так далее. На втором курсе мы уже смотрим мультфильмы о лунтике, которых куда больше. Ну, и тут я как бы иронизирую, но там будем до смешали, как на третьем курсе. В том числе мы ставим спектакль, там, с первого курса, как бы «Колобку» и так далее. В том числе, в сапогах и прочем прочем. Но самое, конечно, смешное, что в Китае оценка состоит из двух оценок. То есть одна оценка ставит там стопальная система, одна ставится за экзамен, а вторая ставится за прилежание. Вот прилежание – это то, как он, значит, ходит на занятия, как он выполняет домашние задания, как он слушает преподавателя. И когда оценка суммируется, то за экзамен, оценка за экзамен составляет лишь 40% от итоговой оценки, а 60% составляет оценка за прилежание. Это во всех университетах, не только в частных, но и государственных. Это так. И я исхитряюсь таким образом, что я, опять же, это моя, собственно, степень свободы, мне это пока не сделать, у меня за это не выгоняют. Я ставлю на оценку за прилежание в точности равную оценке за экзамен. Таким образом, 40 умножить на X, там, плюс 60 на X дадут 100, а X, да, и у меня итоговая оценка оказывается равна оценке за экзамен. Вот. И таким образом, например, сейчас у меня из шести оставшихся там студентов на третьем курсе четверо не прошли, они будут пересдавать экзамен, и, в общем, я оказываюсь таким вот суровым преподавателем для китайской системы. Это все абсолютно, ну, это как бы абсолютно чуждо. А что касается списка, тут вот гораздо сложнее вопрос, все-таки гораздо сложнее вопрос, то есть, вообще вот этих критериев, то, что уже начал вот и Андрей говорить, то есть, есть ли эти критерии какие-то, ведь, мне кажется, даже временем непонятно, ну, непонятно, можно ли испытать временем. Давайте вспомним, что, ну, во-первых, все меняется всегда и в ту, и в другую сторону. Если мы посмотрим в конце 19 века, да, одним из самых популярных поэтов Баунацен, ну, что, что все знают, ну, кто… А? Бабарыкин. Да, кто, кто, кто знает Бабарыкина или Нацина, сейчас, с другой стороны, понятно… Бабарыкина, Бабарыкина знают, те, кто любит роман историю фантома, поэтому куплетисты. Понятно. Куда популярнее? Да. Куда популярнее? И в то же время совершенно есть, как вот верно говорили, обратные примеры испытания временем, когда там, ну, даже не только в литературе, в искусстве, да, Вермеера Дельфского, его нашли там через много лет после его смерти, ни Бах, ни Вивальди при жизни популярными не были, или есть, ну, потрясающий пример Рэмбо, да, который, по-моему, в 18-ти лет написал свои лучшие стихи, потом бросил их писать, поняв, что революцию ими не сделаешь, уехал в Африку, там, торговал слоновой костью, и когда ему… Поставлял ручья сила там… Да. И когда ему лет к 40 уже сказали, слушай, возвращайся, брат, во Францию, там ты стал знаменитым, блестящим поэтом, он сказал, мне это уже не интересно, потому что революцию моими стихами оказалось делать невозможно, сам я читаю свою поэзию дреной, и никуда не поеду, и умер там, вот в этой, значит, в болезни, в забытии. Вот это я говорю потому, что это, ну, как бы первый момент, все-таки критериев, то есть как они создаются, и как управляется это общественное мнение, которое того или иного возводит на пьедесталость, с чего оно суммируется. Это все очень сложная тема, это надо, наверное, отдельно обсуждать, и вот тот момент, который мы чуть-чуть упустили, ну, вскользь стали касаться, это сакрализация все-таки власти, потому что мне кажется, что в конечном счете не мы решаем, да, и не критики, не литературоведы, а как бы власть в этом отношении верен Путин, выбранный Прилепиным или Шаргуновым, да, потому что, ну, человек четко понимает, кто ведет его в учебник, кто ведет его имя в школьное образование. Так, этим путем совошел Солженицын в конце своей жизни, и, конечно, благодаря сотрудничеству с властью он там оказывается в программе, но на самом деле власть соперилизовала, да, и Толстого после революции, и Пушкин тоже, ну, опять же, там можно долго на эту тему говорить, все мы все это знаем, но вот как бы был элемент сотрудничества с царем, вот, и на мой, ну, на мой взгляд, я бы, я бы, я бы сказал, что это очень важный момент, на этом мы хотя бы сейчас прерваться, это, вот, это сакрализация, сакрализация власти. Да, у Барса есть еще любопытное эссе о том, как становится национальное состояние, и вот там, там, если по-моему, это, например, ору, вот этот вопрос, но там должно быть и противостояние власти, а с другой стороны все-таки нужно при этом понимать, как вы что знаете, состояние. Я, кстати, к вопросу о Китае. Да, еще про Пушкина, есть же его где-то воспоминания, как он встретил царя, гуляя по парку и ощутил, как он пишет, ощутил подлость во всех своих жилках, и потом он три раза повторил эту фразу, он был в тот вечер еще там в трех мостах в гостях, и в каждом из этих мест он повторил это ощущение, ощутил подлость, он почувствовал себя как бы подданным, да, почувствовал себя рабом и не смог в себе это побороть. Герой Салагубского Милкого Беса, он снял все, когда Пушкин со стены повеса Буцкевича, потому что вспомнил, что Пушкин был камерлакеем, как он писал, мне писалось это, как это назвал. А по поводу коммуникационного языка, литературы и кино, литературы и кино. Не должно я отчасти рассказать. Не должно я больше. Я понимаю, да, что вот уже как бы действительно современному поколению, когда бы у нас были студенты из совсем другой языковой среды, они отчасти как школьники из своей языковой среды. Но в данном случае речь идет про то, что люди сейчас избирают средством коммуникации друг с другом, видеообращение через публичный какой-то плеер, через социализм, через чат. И в этом смысле мы же учим, среди прочего, обучение литературе, это чтобы владеть языком и им пользоваться. То же самое стоит больше учить людей языку кино. Ну вот я говорю, мой опыт как раз я рассказывал про мультфильмы, но мы очень много смотрим не целиком, а отрывков из художественных советских фильмов. И мне кажется, что этот язык студентам оказывается куда понятнее, да, чем мод. Ну, в принципе, правда, в Китае вообще люди не читают. То есть я в метро не видел ни разу одного человека из книг, и если они сидят с айпадами или телефонами, они скорее смотрят кино или сериалы. То есть никто даже электронными книгами не пользуется. И по сравнению с Россией гораздо больше времени проводят дети и подростки, проводят в социальных сетях. Ну, есть даже, да, известно вот это. То, что именно в Китае учат, ну, как говоришь уже, в Китае лечат от интернет-зависимости. Уже сейчас 400 больниц, но это как бы полубольницы, полуканцлагеря, где дети ходят строем, там привязывают, бьют, а параллельно еще дают психиатрические лекарства. Вот. И, ну, с другой стороны, сложно понять, что и делать с этими детьми, потому что они не ходят в школу, там, месяцами сидят в памперсах, да, потому что сложно оторваться от экранного компьютера и зайти до туалета. Вот. Ну и проблема, как бы, у меня есть еще и, собственно, лично, конечно, языковая, потому что я хочу, хотя говорю по-китайски, да, но китайский язык, это тоновый язык, вот. И совершенно другой восприятие, то есть китайцам сложнее учить русский, чем чем европейцы, чем европейцы. И через кино, через добавление визуального ряда, это как и происходит лучше. А так в китайском языке действительно нет там ни склонений, ни падежей, ни спряжений, ни времен. Поэтому русский язык, грамматика русского языка, это оказывается чем-то совершенно непостижимым. Поэтому китайцы часто и по-русски говорят дословно на переводе с китайского, да, я хотеть купить вода, потому что там в китайском языке нету, я хочу купить воду и так далее, вот. И мне приходится, в данном случае, я могу только говорить о китайской аудитории, но мне приходится использовать кино советское в огромном количестве кусочков с лёгким паром, там до трёх мушкетёров и мультфильм. У меня свой китайский опыт, девушки, которая вообще не любит читать, очень мало читает какую-либо литературу, она уверенно сказала про двух русских писателей, они, это Гауар Цзы, это Горький, а второй это Ли Ифу Туар Ситай. Кто догадался, кто это? Ли Ифу Туар Ситай. Правильно. У меня присягручил. Смешной момент, я хотел сказать, что я знаком с председателем Ассоциации русско-китайской литературы, и когда мы с ним выпивали, это тоже уже превратилось в анекдот, он сказал, что переводил Пушкин на китайский. Я спросил его, а что именно? Он смотрел на меня и сказал, всё. Я спросил, и что же это вышло? Значит, по-китайски он сказал, ну как, сто-томное собрание сочинений. А сейчас, как вы живете? Он говорит, ну сейчас вкус измельчали, приходится переводить Пелевина и Виктора Ерофеева. Но на что мне, да, на что, чтобы досказать, я спросил тираж какой-нибудь интерес, сказал, для Китая очень большой, восемь тысяч вышло, значит, Пелевина, но, зная полутора миллиардов населения Китая, мне эти восемь тысяч. Роман «Вулчий тотем», первый знаменитель азиатского букера, вышел тиражом «2 миллиона легальный» и «20 миллионов нелегальный». Это просто единственный тираж китайский книж, который я помню. Я могу спросить порядка одним опытом, а у китайцев уроки литературы есть и уроки литературы, и что у них за канон классиков и меняется ли он вообще? Нет, в Китае есть четыре классических романа, они все средневековые. Шестерно-Западричные, Заводия, Сорт-Красном Тереме и четвертый. Да, четверка, он менялся, одно время считалось даже, что это вот «Цветок слива золотой вазы», но там из 12 тысяч страниц шесть – это жесткая порнография, 6 тысяч страниц, а остальное – это сатира на общество, на власть и на религию. То есть там буддийские монахи изображены такими подонками, что, в общем, до сих пор он в Китае, по-моему, нормальным тиражом не издан, и долгое время был запрещен. Но, кстати, он и в переводах только в французском языке полностью издан. Только французский язык выдержан? На русском он очень сенсурирует. Был такой небольшой роман, хотя это четыре там стены тома, но есть в интернете вроде бы полный перевод русский, там, который китаисты несколько поколений переводили, умирали, переводили дальше как мистика. Хорошо, я хотел пройти экспериментом, попросить нашу аудиторию назвать имена тех авторов современных, которые, по их мнению, достойно попадания в канон. Как это назывался? В канон или в школьную программу? Ну, в школьную программу. В школьную программу. В школьную программу. В школьную программу просто по факту это, наверное, совпадает. Нет человека, который бы считался классиком и не было школьных программ. Ну, тем не менее. Хорошо. Кто, кто готов вот сказать, что современный российский автор, ну, там, мы еще, там, не знаю, в чем-нибудь последние, там, лет 10-15, которые, по их мнению, заслуживают попадания. Я могу даже походить с микрофоном. Кто, кто готов? Так, отлично. Давайте попробуем. Можно двух, одного-двух. Ну, у меня не совсем российский автор, так как я являюсь мамой подростков 15-16 лет, то есть, соответственно, 9-й и 10-й класс, сейчас они 10-й и 11-й пошли. То есть, все их становление и чтение проходило на моих глазах. Заставить читать невозможно. Это естественно. Да. Но единственное, что они прочитали полностью, это Джоан Роллингс «Харри Поттер». Я считаю, что по этой книге очень много цитат разошлось. И это, по-моему, единственный случай, когда экранизация несоответствовала книге, и книгу они прочитали с удовольствием больше, чем… В общем, много случаев, когда экранизация несоответствовала книги. Коллеги, Джоан Кэтрин Роллинг в русской школьной программе. Да. Есть ли такие у вас, что вы, как вы можете комментировать? Не хотите комментировать? Грусть, грусть на лице Андрея Сатурова, кажется, показывает полное нежелание комментировать это включение. Я думаю, что она так или иначе входит в школьную программу, потому что чтение на английском языке наверняка в нее войдет так или иначе. Поэтому ролик так или иначе есть или будет в русской школьной программе. Ну, да. Лучше всего, конечно, на английском. Если мы засудим ролик в школьную программу, то дети будут ненавидеть ее приставочные. Если мне кажется, они толки, толки? Да, я перескажу. Нельзя ставить ролик в школьную программу ради спасения человечества. Ее будут ненавидеть так же, как Пушкина. То есть это система. В школьную программу надо ставить только тех, кого потом ненавидеть. Ну, видимо, да. Ну, я тоже. Я бы не согласился. Интересную мысль высказали. Да. То есть, у нас сейчас вот в Петербурге такие улицы увековечивания памяти Сергея Довлатова. И тоже мне как-то звонили. Была большая передача. Я на даче находился. Мне спросили, а вот вы не считаете, что как бы вот мы его... Он забронзовеет вот так, всем надоест, потому что он будет в школьной программе. Нет. Ну, конечно, вокруг любой фигуры бывают дураки, паразиты. Там существует масса наук, исследователей. Там, не знаю, какой-нибудь писатель Битник получал год 10 тысяч долларов, а его исследователи 120 тысяч долларов. Ну, смешно же, да? Но, в принципе, это вот... Нет, тут не надо бояться этого. Есть писатели, из которых вы просто... Вы его не сможете испортить. Вот. Это, мне кажется, неправильный подход. Но, что для меня принципиально, как для педагога, что вот к фигуре должен быть представлен педагог, действительно. С Роулинг как раз все очень просто. Тут педагог особо и не нужен. А вот с Александром Сергеевичем. Вот это важно. Потому что, если... Ну, помню, как нам это преподавали, решительно мне было непонятно, почему я должен этого писателя читать. Здесь я понимал. Я понимал, мне очень нравилось, как петербургцы. Вот. Я учил это все наизусть. Мне казалось, что это очень здорово. Но, скорее, мне, наверное, это внушили. Но объяснить мне не объяснили. Ну, вот, что я должен там вот это читать? Что это здорово? Ну, вот он хорошо изобразил. И что? А вот он войну осудил. И чё теперь мне? Ну, осудил войну. А Юнгер не осудил войну. Ну, как бы... То есть, нужен очень небанальный человек. То есть, вот я уже сказал, у Быков можно по-разному относиться к его и творчеству. Но его, мне кажется, уроки школьные, вот эти телевизионные, на мой взгляд, они бесценны. Их надо... Я вам всем очень советую. Это страшно интересно и по исполнению, и по небанальности. И главное, пожалуй, что, конечно, уметь разговаривать на равных со своими подопечными. Он не сбавляет планки. Во-первых, и с огромным уважением. И уважать интеллект. Вот. Но я просто не согласен с этой позицией. И тогда, тогда, если следовать вашей логике, надо действительно, вот как сказал Левкин, ну, каких-нибудь уродов включить, которые мы не любим. Пусть о них не жалко портить. Есть ли еще желающие посоветовать что-нибудь? Татьяну Толстую, какая-то включите в... А что именно? А словом? А что именно? Стоп. Мне кажется, любая книга будет полезна. Любая книга, тогда, на волстой, будет полезна ребенку старшекласснику. Особенно, где... Как готовить салат мимозу? Это очень полезно. Там есть рассказ о полезных делах. Можно. Андрей, разрешай. Есть ли еще кто-нибудь из российских авторов? Михаил Шишкин. Михаил Шишкин. Коллеги. Добро. Михаил Шишкин. Давай вполне разумно. Только вот еще один такой важный момент, о котором мы говорили, о котором сказал. Лев Андрей тоже говорил. Понимаете, меняются немножко не только как бы... Ну, меняются не только наши вкусы. Меняется не только характер восприятия реальности, но меняется очень сильно и сам характер литературы. Вот смотрите, достаточно ли того, что человек умеет качественно писать, складывать слова, профессионально. Бывают ситуации, когда человек пишет крайне антилитературно, крайне непрофессионально. И эти люди становятся образцами литературности. Хемингуэй писал крайне антилитературно. И вы не сможете сказать, что это не классик. Порт Раннигут писал, ну, не важно, прямо так скажем. Вообще писал не всегда хорошо, но еще это был его принцип очень важный. Вопрос в том еще, какие будут критерии, какой будет характер. Иногда некоторые вещи хороши, почему-то наука еще не установила возможность и способность считывания. Вот прекрасный, изумительный текст, какой-то наполнен невероятно сильной динамикой. Вот, а почему он ее наполнен, это очень важно. В конце концов, Байрон писал ужасно провальные местами тексты. Да, у него есть гениальные эпизоды, есть ужасно провальные. И вот это очень важный момент. И язык Достоевского, особенно, довольно коренный. Да, язык Достоевского, понимаете, вот, ну, просто столовальные формы, ну, это преступление и наказание. Ну, куда дальше-то? Шишкин таких ошибок не делает, понятное дело. Вот, но значит ли это, что надо ориентироваться на идеальный стиль, идеальный слог и пропускать такие фигуры, как, скажем, лимонов, у которых не очень хорошо, но зато мощный драйв, мощная какая-то ярость. Вот это еще один принципиальный момент. А так? И вы назвали очень профессиональных людей. Татьяна Толстая, Шишки. Может быть, изменится характер восприятия, может, что-то будет другое. Но, в конце концов, те авторы, которых назвал Андрей Левкин, они не хороши с точки зрения, ну, канона и общепринятых вещей. Вот, я просто об этом хотел сказать, что не обязательно вот эта норма профессионализма. Кто чище всего пишет? Кто лучше всего пишет? Да Господь с вами. Толстой не всегда удачно и хорошо писал. Посмотрите, там абзац, там четыре раза слово «это» или что-нибудь еще. Да мало ли что о нема там. Вот. Это тоже не критерий качества литературности. Что-то другое должно быть качеством. Да? Что? Вопрос. Что делать? Это не шедевр с точки зрения литературы. Это выдает совершенную литературную скудость этого автора. Отсутствие фантазии, минимальное чувство юмора. Были авторы, которые не имели чувства юмора. Писали отвратительно. Например, Теодор Драйзер. Он ужасно плохо писал. То, что вы читаете по-русски, слушайте, да это просто переводчики хорошо перевели. Стыдно о некоторых вещах писать хорошо. Драйзер писал безобразно. Это была его позиция. Он не мог о капитализме писать профессионально, хорошо и вне. Вот профессионально он писал в своих дневниках. Вот этот момент еще важный к нашему разговору. Да? Возможно, что детям нужны образцы хорошего вкуса. В конце концов вкуса это самое важное. Вкуски, когда ужасно вкусно. Да, вот. Ну вот. А есть ли здесь те, кто считают, что заслужит попадание в будущие учебники литературы, один писатель, который наверняка себя в них уже видит и наверняка в них попадет? Таинка Захар Прилейбер. Есть? Есть? Смотри, у вас дождь за... Не, есть или нет? Нет, нет сторонников. Телесно. Он точно видит? Я думаю, да. Я думаю, да. И он, скорее всего, попадет, как разрывает. Ну, и, так сказать, у него очень хороший шанс. Вот, да, скажем, Захара ведь часто обвиняют в не очень хорошем стиле, в ошибках. Действительно, там вы можете посидеть с карандашиком и найти какие-то неудачи. Но вот вопрос в том, какой у вас будет критерий. И я не знаю, трудно мне сказать. Захар мой приятель. Вообще, вот ты вот такие некорректные вопросы задаешь, Митчел. Водолазкин. Водолазкин мой друг. Что, его ругать буду, что ли? Вот если бы ты мне этот вопрос задал, что бы я сказал? Сдержался бы от ответа. Давайте обсудим. Давайте обсудим перспективы обладания в учебной литературе творчества Андрея Санглова. Мне кажется, это хороший вопрос. Во-первых, я антилитературу напишу. Во-вторых, лучше Левкина тогда. А во-вторых, у меня мат есть. Там написано нецензурная брань. Содержит нецензурную брань. Так что... Плепин тоже есть. Зачем? Нет, ну, можно найти. Но Шугунова нет, да. О, Шугунов годится. Да, Шугунов годится, да. Жук. Отлично. 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 Расскажу. Хорошо. А давайте, может быть, тогда есть какие-то еще у вас суждения, например, о том, литературу или кино? Есть ли спикер, который хотел бы высказаться на тему, что лучше учить в школе, литературу или кино? Может быть, действительно может быть часть? А, не слышно меня вообще? Сейчас слышно? У меня в ушах. Вот вообще шум может быть. Нормально. У нас басты есть, да. А вы не бабайте. Может быть, вот так это или вот так? Динамики. Вот так слышно? Хорошо. По поводу литературы и кино. Кто считает, что в будущем стоит отдать часть… Мама Гарри Поттера хочет сказать, да. Кто считает, что в будущем стоит отдать часть времени, которое полагается литературе, истории и языку кино? Ну, я не только мама, я еще и директор издательства культурной ценности. Вот. Плюс ко всему я еще и преподаватель психологии. Ну, тут много, короче, скажем так, титулов. Но не будем всех углубляться. Я к вам больше с личным опытом и по поводу классики. Я все-таки за симбиоз к кино и, так скажем, книги нельзя отдавать предпочтение ни только кино, ни только книге, на мой взгляд. Потому что, ну, конечно, вот отцы и дети мы проходили через… Пока, пока кино в школе не учат. Нет, я знаю, что не учат. Вообще не учат. Но дома приходится тех классиков, которые не могут быть прочитаны детьми, через кино преподавать. Причем, вы знаете, в основном отдаются предпочтения классики кино. То, которое снята в 50-60-е годы. Потому что современные экранизации они не воспринимают так, как те классические, скажем так, кино, снятые в те годы. Ну, вот «Войну и мир» мы, например, проходили по кино. Мы не могли. Я съели четыре дома. Опять же, отцы и дети, тут Ленинская экранизация потом пошла. Конечно, очень удобно иметь маму, которая прочитала это все и не один раз перечитывает в течение своей жизни. То есть выдержки из литературы абзацами, те, которые даются, особенно на сочинениях, за которые идут высокие баллы, это отмечено, в тетрадочке сделано, разжевано и дано. Вот я бы очень хотела, чтобы учителя занимались тем же самым. То есть не давали текст полностью, понимая, что ребенок его читать не будет. А сделаем симбиоз. То есть посмотрите кино и обсудим некоторые моменты на уроках. Вот так. То есть, по факту, и то, что говорите вы, и то, что говорят наши участники, все упирается в фигуру хорошего педагога или хорошей мамы? Куся, я бы вот, например, спросил, смотрите, у нас слева от меня пришел Михаил Елизатов. Я бы вот, например, ему задал вопрос. Миш, вот мы тут обсуждаем, в частности, вот такой вопрос. Ну, кто из современных писателей, вот кого, могли бы включить, ну, если не, ну, школьную программу, например. Миш, но ты учитывай, что это там должно быть, чтобы не было нецензурщины и не очень пугать детей, что это все-таки 16-летие. Вот кого бы ты ввел в школьную программу из современных авторов? У нас тут разные были, то есть, пока ты доходил, давал интервью, то есть, у нас были разные версии, то есть, говорилось и Гарри Поттер назывался имя, Шаргунова, и Прилепина, и Белемина, и Татьяна Толстой, и кого еще? Ну, многих. Ты говорила Довлатов. Да, Довлатов, да. Ну, вот, Миш, ты бы вот кого включил, подумал? Ну, смотрите, то есть, как мне кажется, что есть такая очень хорошая категория факультатива, куда можно делать какие-то совершенно огромные списки, включать, собственно говоря, автора вне зависимости от того, какую лексику они используют, поскольку люди, вот, то есть, ребенок уже, я так понимаю, с первого класса совсем ознакомлен примерно, то есть, как бы, чем-то удивить его каким-то особым нюансом, я думаю, уже невозможно и развратить там или еще что-то, да? То есть, мне кажется, это как бы совершенно необязательно. К сожалению, сейчас так государство не считает. Государство идет по пути наибольшего оберегания ребенка от всего чего можно, чтобы он с этим столкнулся как можно позже и с еще более печальным результатом. Не, ну, пока ты… Не, Миш, задача вот сложнее, то есть… Понятно, что ты сейчас скажешь, но вот смотри, там как бы проходит там сто лет, сто пятьдесят, понятно, что исчезают коды при чтении Пушкина, вот это все будет сменяться какими-то новыми фигурами, а Пушкин будет восприниматься, ну, не знаю, как «Антиоха Кантемир», например, ну, возможно, да. Да, многие из вас там читали Хираскова, там, Сморокова. Вот. Вопрос вот такой же вопрос. Вопрос про Хираскова же не корректнее сказать. Не факультативно, не факультативно. Хорошо, я не буду выражаться. Ну, не факультатив, а вот действительно, вот прямо вот в программе, в программе, вот прямо официальным министерским указом, что вот у нас будет, мы будем проходить вот ими река. Ну, как мне кажется, что, ну, если в таком случае нужно как-то ознакомить учащегося с современной литературой, думаю, большой беды не будет, если там будет Келевин, поскольку там с лексикой особо проблем нету. А, как бы, этот автор предлагает достаточно симпатичный взгляд на жизнь и на реальность, как бы, может сыграть прямо-таки удивительно положительную роль, что человек может прямо даже полюбить читать. Поскольку, ну, как мне кажется, это здорово сделано. Насчет Захара, как бы, то есть, why not, собственно говоря, это человек, как бы, то есть, абсолютно укладывающийся в рамки, то есть, ну, скажем так, какого-то такого человеческого образца. Поэтому, как бы, вполне, как бы, проза Захара, может быть, тоже включена, то есть, прилеплена в основной, как бы, то есть, там хватит всех остальных грешных, то есть, они, как бы, все, как бы, некоторым образом идеологизированы, несут какую-нибудь, то есть, лишнюю составляющую, которая может как-то так вот нарушить скрепы. Вот. То есть, я думаю, что, поскольку, если в категории скреп, то... Странно, что все-таки ты не готов действовать вне каких-то схем, которые существуют. Представь себе, что ты... А я абсолютно свободен. Ты абсолютно свободен. Ты составляешь свою, свою программу без скреп, без цензуры. Ты и министр, и диктатор. Да, все, я понял. Тогда я просто... Я не обращаю тогда внимание на, вот, обстоятельную лексику. То есть, как мне кажется, то есть, последние, то есть, 25 лет, было, то есть, порядка двух десятков, вот, честнадцатых текстов, которые, как мне кажется, следовало бы ознакомить школьник. И тогда программу, конечно, опять-таки, я оставляю Белемена с его несколькими романами. То есть, я оставил бы... То есть, чтобы из последних, священная книга оборотня, потому что это очень здорово написано. Очень хороший роман, мне нравится, снаб. Обязательно присутствовал бы роман Сорокина «Голубое сало», поскольку это знаковый текст, который символизирует, собственно говоря, вот как вот знаковый переход, то есть, состояние постмодернизма. Миша, какой класс? Это выпускные. Окей, хорошо. Я даже очень говорю о выпускных. Нет, просто. На всякий случай. Да, друг. Вот. И я его считаю достаточно важными, как бы, фигурами, такие, как это Алексей Иванов. То есть, я как бы, я считаю, что два романа «Сердце парм» и «Золото пункт» это обязательно, как бы, для чтения. То есть, это уже... Это, в принципе, а смысл и понятно для человека того за 17 лет, это уже, как бы, никакого там особого сложного багажа не нужно. Я категорически против таких фигур, как Дмитрий Выков, Улицкая, Акунин и прочие... Нет, Захар, опять-таки, я считаю, вполне, как бы, имеет место быть. У Шаргунова есть, значит, прелестная пульска. А почему ты про любви? А объясни, пожалуйста, почему ты против таких фигур? Ну, причем, ты все-таки в один акт поставил совершенно разных писателей по стилистике и языку. Мне кажется, что это... Поскольку, как, скажем так, я собрал, без тех, кого я могу рекомендовать, мне кажется, просто эти люди все-таки имеют дело с литературой. И, поскольку мы, все-таки, занимаемся самым важным, а это воспитанием вкуса, да, самое важное для школьника, в принципе, чего в себе, да, дурных манер и дурного вкуса, да. То есть, почему происходит? Если человек, у него нарушены вкусовые рецепторы к ощущениям, ну, к хорошему, к красивому, к правильному, то он будет автоматически дальше совершать неправильный выбор, там, в пользу единой России, там, или еще чего-нибудь, да. Это, как бы, это имеет какие-то свои последствия. Чтение Дмитрия Быкова способствует выбору... Способствует, способствует... Безусловно, нет. Быков просто, я тоже, скажем так, Быков — это человек, который... Это болту, то есть, ну, как бы, мягко сказано, да, то есть, это литературный болтун, который умеет изящно на 800 страницах разрабатывать штуку, которая уместится в частушку, да, то есть, как бы, то есть, как бы, то есть, мне кажется, совершенно, как бы, ну, ненужная, как бы, вот такая говорливость. То, что делает Кулинская, как бы, это, ну, какая-то работа на диаспору, да, то есть, такую вот свою, как бы... Я не люблю работу с диаспорой. То есть, мне не нравятся вот эти все, как бы, какие-то, вот, национальные орнаменты, какие-то там чужие, там, старухи какие-то, вот эти, как бы, геронтология, вся эта, вот, какая-то геронтология, например. Без быковой сторон. Вот, если мы действительно возьмем какой-то большой вот средств, то есть, как бы, я считаю, что у каждого из современных авторов, ну, в том числе, там, у моих коллег, то есть, есть по одному произведению, которое может школьника, ну, что ли, как бы, заинтересовать и обрадовать, потому что, как мы понимаем, да, я, вот, говорил уже на предыдущей лет, лекции о способе архивации, да, что литература – это архивация, мы архивируем реальность. И вот тот архиватор, который был установлен у автора, там, я не знаю, уже, ну, этот писатель, ну, такой вот, современник популярный, Войнович, да, вот, как бы, Ченкин, вот, вот эта вот чушь, как бы, считала, как бы, необходимым зачитываться какая-то часть интеллигенции Советского Союза. Но, если мы обрадим сейчас вот к этому вот этому, болтовне сейчас, мы поднимаем, насколько это пустое, никчемное, нелепое, устаревшее произведение. Это архивация. А если мы возьмем Москву сейчас в 2042, то поем, насколько оно актуальное произведение? Чуть, а у меня это самое пустое. Я сейчас просто скажу, поэтому, как мне кажется, что вот в некотором случае можно отказаться от фигур, то есть знаковых, указать, предоставить возможность, посмотреть на знаковую. То есть, допустим, такой фигуры, допустим, как Виктор Ерофеев, который, как бы, ну, является какой-то, есть какой-то там литературной векой, который вернул русской литературе то, что и перечиталось в 50-е годы. Просто так, к сожалению, то есть все то, что делали вот как бы в Европе в это время, он сделал запоздание. Но там два рассказа «Жизнь с идиотом» там или еще что-нибудь, это абсолютно достаточно, чтобы получить представление. Это все равно лучшее, что он сделал. Да, и как бы этого достаточно вот этих пары рассказов, чтобы продемонстрировать писателя. Но, как мне кажется, главное в школьниках, который сейчас зависим от социальных сетей, его нужно увлекать, потому что его мозг норовить просто сбросить в себя неинтересную информацию, чтобы заставить человека думать и читать. Ему нужно дать тех авторов, которые архивируют реальность все-таки на каком-то близком ему языке. Необходимо, безусловно, давать нам базу, классика, это все необходимо. Но если говорим о современных, ну не знаю, там у 20 фамилий, которые сейчас здесь были названы, но у каждого из этих авторов есть интересный знаковый текст и не повредит юноше, если он прочтет, допустим, Саню Прилетина. Это не повредит, потому что там на самом деле в произведении очень много планов. То есть, собственно говоря, там есть по поводу чего задуматься. Есть ли смысл умирать там с крестиком во рту, который вначале становится, был таким соленым, но потом пресным, да? Ради чего? Спасибо, спасибо. Просто Андрей тянет в микрофон. Самое интересное, что, видимо, по количеству фанатов здесь больше всего фанатов Елизарова. Да, да, да. Опять возникла тема стиль, стиль воспитывать стиль. А что такое стиль, который надо воспитать? Чуть я очень сомневаюсь, что пацаны на районе не в стиле, они совершенно в стиле. Какой стиль надо вставить вместо этого? Нет, как бы воспитываться на самом деле не стиль, а вставить распространение, способность диаптоматизировать. Все говорят более-менее, да, одинаковым нейтральным языком, да? Писатель – это тот, который в состоянии, как бы сломать язык, да? Колено или там еще как. Вот поэтому теоретически ремонт может появиться в школьном программе, да? А Шаргунов, например, нет. То есть вот это авторы, которые, ну, один автор умер достаточно лет, сколько получается, 22-й, совсем недавно, которые, конечно, очень важны по тому следу, которое оставили в театре – это братья Стругацкие. Они, как я понимаю, не лезаются в школьный программ. Михаил говорит без микрофона, что это безобразно описанные тексты, а я бы хотел так. Мне оно очень нравится. Я попросил фанатов Елизарова не на каждую мысль реагировать восторженные аппетисменты, а только через одну, коллеги, через одну, пожалуйста, просто иначе, да. Вот. Это частное мнение, с которым далеко не все согласны. Из одной фигуры, которые называли себя социалистами, а которые просто превратились в кандолы, в буржуа, просто в кандолы. Миша слышит, что без кандолы, все нормально. Это вообще как бы, то есть это бам. Они уже, бам. Они уже умерли. Вот, да, вот правильно, спасибо. Сейчас безобразно было, очень хорошо. Вот, окей, значит, а что скажут коллеги по поводу Стругацких? Стругацких, ты понимаешь, ну, я не могу так, я так радикально не высказываюсь, как мой друг Миша Елизаров, вот, но я бы так сказал, что я не читал практически братьев Стругацких. Дело в том, что я из филологической среды. Стругацких читали мои все друзья, ну, те, у кого родители были, скажем, ИТР, инженеры, математики. Вот, я приходил и видел собрание сочинений. Я приходил домой и говорил, папа, а где у нас Стругацкий? Папа, ты слушай, вот у нас тут Андрей Белый стоит. Ну, не надо, а, пожалуйста. Вот все, все книжки прочтешь, будешь читать Стругацких. То есть, просто это было не принято читать в той среде, в которой я вырос. Я не знаю почему, я не могу сказать, плохо это или не хорошо, я это не читал, честно скажу. Я это не читал. Это Чикаго. Это большой секрет для маленькой компании. Я просто объясняю, что это ИТР в большей степени, нежели филологи. Да, Андрей. Очень разный протест. Я математик, я не читал Стругацких, у нас это не было принято. Хорошо. Ну, нет, ну, Андрей, но вы все-таки, вы все время так вот. Вы каждый раз выдаете за систему. Я говорю за систему. На мехмате не было принято. Ну, вот мои все друзья с матмеха меня всегда упрекали. У меня очень много было друзей с матмеха, очень интеллигентные. И все всегда дома, всегда стояло, они на этом росли. А я, ну, не читал этого. Я учился на физфаке, и тоже у нас не было принято, никто не читал Стругацких. Значит, я что-то не то сказал. Это матмех такой. Может матмех, а может Питер? Ну, никогда не смешили шутки, не нравились герои, деревянный язык. Никогда не было битвы Стругацких. Только что Стругацкие не пошли какую-то самую важную комиссию. То есть они хотят, они хотят в школную программу. А, да. Хорошо. А рассуждая о литературе кино и о том, что достойно войти в учебник литературы, мы выпускаем довольно важный пласт почти литературы. Это традиция песенная. С одной стороны, это традиция бардовская, с другой стороны, традиция русского рока. Это, относится ли это к литературе, ну, там, как такая почти поэзия, действительно поэзия, и достойная она изучения в школе? Ну, то есть там, условно говоря, Высоцкий, Гребещиков, Сой достойная для попадания в учебник литературы. Да, разные истории. Пушлачок и Гребещиков, да. С другой стороны, кажется, нет. Моррисон. Гребещиков. Кто? Моррисон. Хороший поэт. Есть еще суждения? Моррисон очень хороший поэт. А Гребещиков? Нет. Ну, не знаю, это мое мнение. Нет, нет, не надо. Слушай, не надо меня такое спрашивать даже. Ну, не знаю. Новокуджава, наверное, да. Вот какие-то стихи Высоцкого очень действительно интересные. Но Высоцкий интересен вот именно тем, что за всем этим стоит. Вот, вот этот действительно нерв, вот весь этот парадокс совокупности, это дает невероятно поразительный просто эффект. Вот. Но это я ничего такого нового не сказал. Да. Вообще только в России какое-то такое слегка такое пристрастное отношение к музыкальной литературе, да, уже во всем мире давно это в принципе не обсуждается. Скажем, в Америке вышла где-то в году в 2006 онтология современной американской литературы, там Боб Кауф он выпустил, и там большой раздел составлял рэп, поэзия там от Тупака до доктора Дре. Вот. То есть только в России это, ну, вот еще под вопросом поэт или поэт музыканты и барды. Высоцкий Акуджава есть в программе, они стоят, как бы, чтение на лето. Там же, где архипелагуах, там же внизу так миленько написано «Высоцкий Акуджава». В зале идут споры о том, есть ли Высоцкий в школьной программе, но все-таки чтение на лето – это не обязательно. Ну, кто-то это читает, кто-то летом не читает. Уже… А, говорят, что Высоцкий… Акуджава есть в учебниках, но вот в 2009 году я заканчивала, а Акуджава был учебник. Так интересно, так интересно. Хорошо же, есть ли еще какие-то вопросы у аудитории, суждения, реплики? Да. Мне все-таки кажется, конечно, русская литература – это прекрасно, но вообще нет в программе «Зарубежки». В программе есть Шекспир, еще пару там, не разных времен, но после какого-нибудь там 8-9 класса, в принципе, нет «Зарубежки». Ну да, Вы очень правильно говорите, но это такая стратегическая политика, довольно такая старая и традиционная. И я Вам говорил изначально, что высшее образование – это очень консервативная система. Я преподаю именно западную литературу и читаю вообще курсы по западной литературе, я там английст, американист, но до этого нет, совершенно верно, это и не было в мои годы. Это просто очень консервативная такая система, вот. Ну чего, конечно, нужно, потому что все-таки русская литература, она, мы ее проходим где-то там с 19-го века в школе, у нас ощущение, что раньше там ничего и не было. Ну да, нужно как бы, чтобы у людей было понимание, там, не знаю, какого-нибудь классического эстетизма или армистазма. Может, все это есть? Как бы, я не знаю, ну да, просто это идеологический такой заказ некий здесь. Вы правильно отвечаете, это, наверное, должно быть, должно преподаваться. В принципе, но я скажу, что, по-моему, программа наших школ, они, конечно, сильно выигрывают на международном фоне. Очень-очень-очень сильно. На фоне особенно Соединенных Штатов Америки, где среднее образование очень специфически выигрывает в плане литературы. Ну, я просто, я там преподавал в США, ну, недолго, но, как бы, да, это просто поражало меня отсутствие знаний некоторых. Смотрите, у меня есть моя точка зрения на эту тему, поскольку вы знаете, что такое школьники, что такое школьная программа и как сложно, да, заставить вообще учащего делать что бы то ни было. По-хорошему, если бы мы хотели образовать человека, нужно было бы вводить такое принудительное гуманитарное образование, которое бы это двухлетнее, да, обязательное, которое включало бы в себя выстроенную программу, где была бы и литература, архитектура, история, то есть некий большой комплект, как армия, да. Воспитание вкуса все тоже самое. Да, причем, как бы, конечно, нужно было бы выстроить его идеологически, но вы понимаете, что она, как бы, сама структура власти и нынешней элиты устроена таким образом, что человек образованный, но он, что ли, как бы, опасен, потому что, ну, как бы, то есть, в данном случае, то есть, как бы, наша, как бы, элита, как бы, да, и культурная и политическая, те, кто, как бы, всем этим рулит, они фантастически безграмотны, фантастически убоги и очень сложно именно, потому что дико сложно, как бы, руководить человеком, да, который, как бы, обладает каким-то культурным багажом. Поэтому, вот, все это внедрение этой болонской модели, которая разрушила университетское образование, университетское погублено образование во всех сферах. Если это не так видно в гуманитарной, в технической, это абсолютная катастрофа. То есть, в принципе, если заниматься, то есть, менять нужно было, безусловно, каким-то образом все радикально и выстраивать серьезные какие-то правильные просчитанные модели, где это может действительно дать и античную литературу, и русскую литературу, то есть, я не знаю, там, средневековую, которая все это, все есть, можно было бы выстроить действительно принудительное, двугодичное гуманитарное. Тогда бы мы через лет 5-7 наблюдали бы некий эффект, да, когда резко бы повысился как общий уровень учащихся. Но поскольку этим заниматься никто не будет, будет популизм, будет год литературы в стране и прочая чушь, то, в принципе, это все как бы разговор в пользу бедных. То есть, это бессмысленно. Спасибо на том, что сохранились остатки советской школы и еще хоть что-то вы прочтете. И, опять-таки, я имел возможность общаться с молодыми студентами 19-20 лет, тех, кто хоть чем-то интересуется, они прочли к своему возрасту больше, чем я вот к своим сорока годам. Им это было интересно. Вот, есть еще и такая вот личная вот какая-то инициатива, и такие люди, к счастью, есть всегда. Но этого мало. Как вполне принудительное гуманитарное образование, принудительное все как тюрьма. Вот. Обязательно. Так. Спасибо. А школа российская, современная, как я понимаю, наследник неких идей 19 века, когда придумали делать всеобщее название, чтобы готовить, ну как, рабочих и солдат. Ну, это не в России, придумали, в Германии, ну так, во Франции, в Германии, где-то распространилось на весь мир. Готовили, в общем, такого стандартизированного человека, который имел понемножку после школы представление обо всем, и дальше из него можно было что-нибудь долепить, а можно было оставить так, и он вполне на это годился. Как я понимаю, в разных странах от этой системы где-то ее усовершенствует, где-то от нее, как в Скандинале, пытаются отказаться полностью, чтобы готовить как-то более такого сразу индивидуального персонажа, а не стандартизированного. Но наша школа по-прежнему такова. И, конечно, прекрасная идея Миши о том, что вот, да, усиление гуманитарное образование – это будет совершенно другая школа. Мусор с чувством прекрасного уже не совсем мусор, да, то есть у него какая-то чагра не будет атрофирована, да, то есть… Ну, как мне кажется, то есть уже нельзя быть прежним, да? Да, да, Андрей. Вообще, вот сейчас вот это совершенно другая тема. Зачем это делается, да? Зачем образование в Советском Союзе было таким? В Советском Союзе был суровый модернизационный проект. У него бухивалось дофига всего. Под него было выставлено, по крайней мере, естественно, научное образование. А куда их девать сейчас, эти кадры? Что они должны делать? Ну, то есть, на самом деле, как мне кажется, что невозможно ответить на вопрос, который мы сегодня продолжим ответить, без вопроса «Зачем нужна школа?» Ну, тут я, может быть, ответил… Андрею просто реплику, но… Вот я, например, в Москве учился в те годы в 57-й школе, но она и сейчас существует, и такой же, по-моему, и остается, по-моему, хоть там первое место, по-моему, занимает в рейтинге. То есть, значит, эти люди… Я сам не понимаю, зачем, но она также продолжает учить не только гуманитариев, но и мат-классы… Ну, схема последовательности была понятна. И тот же Мехман уходил в ящики на 70%. А сейчас куда уходит? Сейчас, скорее, программирование и за границу уходит. За границу уходит. Ну, я думаю, я спрашивал у кого-то из нынешних, по-моему, те же мат-классы из 57-й школы, и люди больше идут в экономисты. Скажу, высшая школа экономик, там большое количество людей вот работает, преподаватели. Ну, и Костя Сонина тоже из 57-й школы. Ну, как бы… Ну, потом же куча всяких вещей, типа, когда… Тем не менее, школа остается у вас. Типа, когда в конце 80-х отменили эмбарго на западную вычисленную театику, практически закрылась эта линия в Советском Союзе. Куча народу. Ну, я бы… Ну, я бы… Мы укладились немножечко воспоминания о… Как это? Воспоминания… Это не воспоминания, это зачем, к чему, прокладывание? Я бы, может быть, там и под репликой, относительно того, что сказал Андрей. Ну, вообще, как бы, реформы, которые проходили в СССР, насколько я себе представляю, это связанные с образованием, они уничтожили классическую модель. Классическая модель – это вы знаете, что такое? Это классическая гимназия, это латынь-греческий, это определенного типа старые такие предметы, и, собственно говоря, образование в СССР, оно было заточено под определенную полезность. То есть, это как такая радикальная модель образования. Классическое не было всеобщим. Ну, не было, да, я согласен. Но, нет, у нас и появлялись уже, на самом деле, вот… Мой дедушка учился в Тенишевском училище, он не классическую гимназию учился, он, когда выступал на историко-филологический факультет, он вынужден был нанять себе учителя латыни. Он не знал и мучился от того, что не знал греческий. Он, там, 15 языков знал, но греческий он не знал, это не парадоксально. Вот. Но она была заточена именно под характер полезности и востребованности. И полезность уже в 70-е годы имела странную такую видимость. Но, с другой стороны, вот то, что сказал Михаил, это нас вовлекает в такую, скорее, модель классического толка, старую модель, и в ней есть очень важный аргумент, очень принципиальный. То есть, смотрите, образование, да, кого мы выпускаем – это вопрос, который мы всегда задаем. Мы сами задаем себе, кого мы выпускаем, кто выйдет из нашего класса, из нашей аудитории. Важный вопрос, на него, там, надо отвечать. И не нужно нам переизбыток, там, филологов или переизбыток юристов, которые было потом в труду устраивать некуда. Но образование должно обладать действительно очень важной задачей. Оно должно быть интересно само по себе. Оно должно воспитывать просто любовь к чтению, любовь к мудрости, любовь к тому, чтобы становиться, меняться, быть нормальным человеком. Вот это одно из его задач. И эта задача, она, ну, действительно очень часто теряется в высшей школе. Но вот по поводу реформ последних лет, я бы так сказал, что, конечно, жуткий удар был по российскому образованию во времена в 90-е. И, честно говоря, совершенно невероятно представить себе, что можно такой нанести травму, такие увечья у университету, даже трудно себе представить. Ни один злодей специально бы такого не сделал. Но вот сейчас, как бы, происходит реформа образования. Она происходит страшно медленно. И в ней заложен вот этот элемент консерватизма. И здесь Санкт-Петербургский университет, у нас там ректор, который как бы за этим следит, потому что там определенные задачи, которые ставит президент, а задача достаточно конкретная. Задача повысится в определенных международных рейтингах. Для этого должны быть хорошие преподаватели с хорошими публикациями. Должен быть студенческий обмен, должны быть научные базы и роботобиблиотека. И в СПБГУ и МГУ это все делается. Вот. И за счет этого хотя бы, за счет некоторой видимости, создается действительно ситуация лучше. Мы действительно идем к каким-то более прогрессивным вещам. То есть то, что я замечаю в СПБГУ, мне это очень нравится. И с огромным умом сейчас начинает, мы начинаем ходить, вообще интегрироваться в Европу, отнюдь не все выбирать. Понимаете, мы заимствовать начинаем у Запада, ну, условно говоря, самое плохое, что у них есть. И они нам, условно говоря, ну они же не всегда заинтересованы в том, чтобы тут было замечательно. Все-таки противник стратегический. Поэтому мы заимствуем часто самые неудачные вещи, самые глупые вещи. Мы же не читаем там Бредгарда и Абдайка, а заимствуем Макдональдс. А Америка, это такой просто… там масса всего есть. И вот сейчас вот происходит такая некоторая разумная переориентация. Вот. Это моя реплика относительно того, что сказал Михаил Елизаров. Все-таки мы растем, как мне представляется. Может, у меня какие-то иллюзии. Хочешь, чтобы было лучше. Нужно справлять. От споров, полезен ли, нужен ли быков или не нужен, мы перешли к речи в защиту баллонской системы. Я хотел бы просто спросить, есть ли еще у кого-нибудь реплики по будущему школьной программы? Лев? Мне кажется, еще такое неловко об этом говорить, но такой существенный аспект формирования вот этого канона, мне кажется, должен прививать не только взглядованный вкус, способность отличать как бы красивую вещь от некрасивой, в частности, в виде текста, но и такая вещь как патриотический аспект. Мне кажется, это довольно существенная вещь, потому что при том, что весь исторический опыт, повседневная жизнь и так далее, может быть, опыт родителей, говорит школьнику, что он родился в никчемном и неконкурентоспособном в возможном месте, да, русская литература, поэтому такое антидотное всю жизнь, да, от вот такого рода представлений. Ну, как бы раз с этим справлялись прекрасно Пушкин, Гоголь, Достоевский, и ведь довольно толстой, довольно существенный как бы аспект народной любви к Есенин, да, вот эта составляющая. Мне кажется, что и современная школьная программа имеет смысл составлять ее вот с учетом, ну, учит текст родину любить или нет, да, мне кажется, чего это стесняется. То есть, про чайни мэтр России не должна быть. Да, я загадал, да нет, ну что-то про чайни мэтр – так он еще и Лермонтову не преодвержит. Так, кстати, Лермонтовский стих. Его принесут Лермонтов. Я не готов на это ему спорить. А я считал, что серьезность исследования, что это не его стихи. Я не готов спорить, значит, исследования, которые читал, даже не знаю автора. А это вопрос не только патриотизма на самом деле или чего-то еще, и отношения к государственности. Это просто банальное, элементарное, часто отсутствующее ощущение просто кайфа. Человеку в кайф писать этот текст. Читатель, который его читает, ему может быть в кайф это читать, а он не мучается, потому что это должен. Мое смутное подозрение звучит в том, что школьная программа по литературе должна учить в первую очередь людей думать. И патриотизм должен быть осознанным решением школьника и человека, гражданина, а не просто зубрением некоторых рассказов о том, что это все мое родное. Илья Фольковский и на этом мы будем уже закругляться. Я просто хотел на предыдущую реплику сказать, что я вот наоборот в данном случае пессимист, потому что, ну, мы говорили, да, что все упирается в вопрос педагогов. Значит, педагоги это должны быть люди хорошо образованные, как мы понимаем, но вот я не думаю, во всяком случае по Москве, судя по МГУ, что возможна какая-то реформа при том уровне зарплат, который есть у преподавателей. Ну, скажем так, вот мой товарищ доцент МГУ, полный кандидат наук и так далее, он автор 70 научных работ, он получал в МГУ зарплату 20 тысяч рублей примерно. Или в Китае, сейчас мы работаем рядом с соседних университетов, и он просто только из-за зарплаты переехал, потому что в Китае его зарплата в 6 раз больше. Вот, и он, ну, я знаю много таких примеров. То есть люди, конечно, уезжают, и никак невозможно это образование реформировать и развивать, на мой взгляд, пока будет оставаться вот такая нищенская ситуация с зарплатой. Ну, Илья, я как-то тут согласен с тем, что вы говорите, скорее, но, смотрите, там это просто МГУ, это очень, ну, интересная с традициями, ужасно консервативная система. На одного хорошего преподавателя с сотню странных таких, которые, понимаете, у нас огромное количество в битве вузов, где, извините, и педагогов, которые одни делают вид, что они преподают, а студенты делают вид, что они учатся. Просто наблюдал это, да. Человек сидит, зачитывает по методичке, выписывает себе присутствующих, где сидят в айфонах, вот, 4 года, и ничему не учатся. Вот, и, ну, что касается зарплаты, я, ну, я там в трех местах работаю тоже, у меня зарплата доцентская. Но проблема в том, что это очень большая консервативная система. А ректор Садовничий, он человек 1938 года рождения. Но, действительно, этим людям и Кропчеву, и Садовничеву, и Ковальчуку им придется что-то делать. И придется делать. Понимаете, это сейчас происходит. То есть они, они, смотрите, ну, я бы так сказал, смотрите, ну, ректор, даже если он сходит, давайте сейчас вот наймем хорошего педагога. Ну, у него там полно коррумпированных деканов, коррумпированных замдеканов, которые туда устраивают отстанных любовников, чьих-то любовниц, племянников. Никого не интересует какой-то педагог. Это, конечно, обсуждение любовниц, особенно любовниц и любовников ректоров, конечно, интереснее обсуждение темы, темы масты или школьная программа. И вот с этим, действительно, у нас сейчас в ППГУ стали активно бороться. И все подвижки, они очень-очень хорошие, действительно. Ну, мне, по крайней мере, нравится, но это очень медленно. Короче, поскольку я нащупал оптимистичную нотку в рассуждении моего дорогого Андрея Сатурова, я хотел бы на ней закончить, потому что если мы изгоним любовниц и любовников из вузов, может быть, тогда мы и придумаем, кого из писателей поставить в школьную программу. Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ